Коты, Сереги, Наташки, Омск, Халининград. Признание в любви. Какие только послания они не видели. Участники проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая» провели в полях больше ста дней в этом году. В команде всего четыре человека. С собой всегда болгарка, генератор. От агрессивной химии волонтеры отказались. В семи районах края они очистили более трех тысяч квадратных метров. В большинстве случаев это все-таки, на мой взгляд, какой-то элемент, наверное, может быть, недообразованности, бескультуре. В этом году на зачистку скал ушло полтора миллиона рублей из краевого бюджета. Больше всего восстановлено природных объектов недалеко от Колыванского озера – более тысячи квадратных метров. Под конец экспедиции волонтеры уже начали узнавать почерк отдельных людей. Например, фамилия Кравченко преследовала волонтеров в разных районах. Семья путешествия метила скалы краской. Какие самые необычные написи попадались? Берегите природу, мать вашу. Причем написать это проще, это вытянуть руку и баллончиком нарисовать нам или кисточкой. А очистить это нужно с оборудованием, как-то потом подняться, потому что это, ну, тоже одной рукой, так же, как баллончиком, невозможно держать. Приходилось проявлять ловкость и тоже стоя на одной ноге что-то делать. Иногда целый день приходит, чтобы подобраться и это убрать. В начале ноября волонтеры обнаружили рецидивы в некоторых районах. На очищенных скалах вновь появились надписи. Причем поймать за руку вандалов почти невозможно. Участники экспедиции считают, что в одиночку, без помощи властей и правоохранителей им не справиться. Если бы нарушителей штрафовали, возможно, их стало бы меньше. Тем временем Министерство природных ресурсов края планирует искать новые формы работы, чтобы продолжить утищать Алтай от современных петроглифов. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.